Реконструкция храма Реконструкция храма началась в 1842 году по проекту датского архитектора Хансена, но через несколько месяцев из-за финансовых трудностей работы были остановлены. В 1845 году работы возглавляет архитектор Димитриас Зезас. Зезас полностью дифференцировал оригинальные конструкции Хансена в стиле романской готики и возрождения, приняв грека, византийскую ритмологию. Но он умер, не успев закончить свою работу. Наконец был привлечен французский архитектор Франсуа Буланджи, который работал вместе с Панетисом Колкосом над завершением строительства святого храма. Постоянные изменения привели к созданию священного памятника архитектуры – храма, сочетающего в себе неоклассические и византийские элементы. На западной стороне по обе стороны от центрального входа доминируют двойные колокольни, что свидетельствует главным образом о западном влиянии. Колокольня имеет квадратную планировку высотой 32 метра. На высоте колоколов с четырех сторон можно наблюдать двудольные отверстия, поддерживаемые мраморными колоннами. Центральный вход впечатляет аркой из трех арок, поддерживаемых мраморными колоннами с роскошными капителями. Над аркой находится большая мозаичная экспозиция. Архитектурный тип храма крестообразный четырехколонной, но особенно витянутая западная сторона делает храм более похож на базилику с куполом. Купол диаметром около 10 метров снаружи облицован медными листами и поддерживается посредством сферических треугольников на четырех больших колоннах. Четыре полуцилиндрические арки начинаются от основания купола. Алтарь прикрыт аркой восточной антенны. На восточной стороне алтаря образованы три полукруглые ниши. В центральной нише находится возвышение, на котором стоят деспотические троны, вырезанные из белого мрамора. Храм двухэтажный посвящен Благовещению Богородицы Исфдионисию Ареапагиту. Великолепный, построенный иконостас также покрыт мрамором. На месте деспотических икон размещенный архангел Михаил у дверей предложения – Благовещение Богородицы, Иисус Христос, святитель Иоанн Предтеча и архангел Гавриил у дверей декона. Над этой зоной располагается архитраф с двумя рядами икон. В нижнем ряду помещение круглой паперти с изображением апостолов и пророков, а композиция иконостаса завершается в верхнем ряду сценами из двунадесятих праздинов. Четыре полосы из красного мрамора завершают иконостас. Красивые врата окруженни колоннадами из зеленого мрамора острова Тинос. Слева и справа царских врат расположены две двойные арки, поддерживаемые колоннадами из зеленого мрамора. Помимо внушительного иконостаса, весь храм богато украшен мрамором. Особенный интерес представяют мраморные колонны боковых нефов, а также роскошная кафедра с резной мраморной отделькой работы Георгия Фитолиса. Пол собора также мраморный. Белый мрамор с серыми вставками образует простую и изящную композицию. Главный храм достаточно вытянут. В дополнение к четырем песо-купола есть еще две пары песо, которые поддерживают центральную арку, а также свод, который образуется над боковыми нефами и в последней, более узкой, части централькового нефа, образуя букву П. Храм расписан внутри, но настенные росписи присутствуют не во всех местах. В куполе доминирует Вседержитель, а в гребнях четыре Евангелиста. В нише доминирует Пресвятая Богородица, а в нижней зоне такие святители, как Дионисий Игинский, Дионисий Ареапагит, Иерофей Афинский и Герман Константинопольский. На восточных сторонах купола можно увидеть изображение Благовещения в двух частях. В пространстве над входными дверями расположены два полукруглих изображения Успения Пресвятой Богородицы после Елизаветы и Благовещения Деви Марии, датированные 1895 годом и отреставрированные в 1946 году. В церкви хранятся переносные иконы западного типа и религиозные реликвии, например, в Северном Нефе находится мраморная урна патриарха Григория Великого, работы Фитолиса по рисункам Каутоцоглу, а в Южном Нефе – серебряная урна Святой Филофеи Афинской. Продолжение следует...